Действительно, мы иногда ведём себя странно. И вот, друзья, именно в это странное мероприятие, по сути, я инвестирую минимум последние лет 10 всё основное время и деньги. Собственно, с этого момента меня начали снова посещать некие навязчивые мысли. Да и скоро, чтобы я был не голословен, вы увидите от нас проект, где, скорее всего, будут миллионы подписчиков уже довольно скоро. Вообще, открою вам, наконец, небольшой секрет. Раз уж сегодня день моей исповеди, лучше прямо сейчас отпишитесь, если вам это неинтересно. Или же вы просто захотите со мной поговорить по душам на какие-то личные темы, то милости прошу. Привет-привет, друзья! Приветствую вас на канале «Саморазвитие и путешествие со смыслом». И сегодня у нас будет действительно, наверное, самое интересное и уж точно самое откровенное видео за всю историю нашего канала. И да, я реально сегодня, наконец-таки, расскажу полную правду обо мне, о своих личных драмах в жизни и куда они мне привели в итоге на данный момент. О том, чем я на самом деле сейчас занимаюсь и почему. Сколько и на чём мы на самом деле зарабатываем и на что тратим. Ну а главное, почему и зачем мы вообще ведём этот канал на YouTube. Также расскажу в конце о новой возможности пообщаться с нами или со мной лично, которую мы недавно анонсировали в прошлых наших лайвстримах со смыслом. Только не думайте, что в этот раз, как чаще всего и бывает в современном интернете, разговор пойдёт исключительно про деньги или про какой-то очередной новый развод или что-то подобное. Сегодня я реально расскажу, что двигает нами, когда мы этим всем занимаемся. И осторожно, сегодня действительно будет очень жёстко, так как реально уже накипело за эти годы и пришёл день поговорить с вами на чистоту. Возможно, мы даже посмеёмся или поплачем, а может и то и другое одновременно, как подобает настоящим безумцам. Постараюсь сегодня быть максимально искренним и открыть, наконец-то, всю правду, какой бы странной, неадекватной или даже невозможной она вам не показалась. Ведь действительно, если вы уже смотрели хотя бы несколько наших видео, то наверняка мы как минимум в начале казались вам какими-то странными или загадочными людьми, скорее всего некими крайними фанатичными фанатами здорового образа жизни, безумными путешественниками, а возможно и даже какими-то маловменяемыми религиозными сектантами-затворниками. И что вам на это, друзья, сказать? На самом деле, как ни странно и не грустно в этом сознаваться, но частично это действительно так. Действительно, мы иногда ведем себя странно. Да и у меня в голове не так уже мало реально странных для обычного человека, можно сказать, полусектантских и фанатичных мыслей, которые я стараюсь вообще не озвучивать на нашем блоге, так как меня большинство зрителей давно бы уже считало сумасшедшим или близким к этому состоянию. Но вот что можно сказать уж точно, так это то, что все это, конечно же, делается далеко не исключительно ради денег, славы или какой-то там известности. Хотя, конечно же, кому бы не хотелось иметь какой-то, хотя бы относительно адекватный доход. Быть в состоянии обеспечить себя и свою семью, путешествовать, нормально питаться и одеваться. А в идеале еще иметь возможность вкладывать в свое развитие деньги, учиться у лучших учителей, ходить на лучшие курсы, тренировки и семинары. То есть, чтобы это самое всестороннее личностное развитие проходило максимально быстро. Согласитесь, вроде бы разумная и даже замечательная цель для нашего реального материального мира. Да и к ней когда-то довольно быстро я уже начинал двигаться. Но, к сожалению, или я надеюсь все-таки к счастью, работать и развиваться исключительно ради денег и скорости движения мне надоело еще лет 7-10 назад. Тогда, как знают далеко не все, но я уже где-то упоминал, что после института и окончания хорошего высшего юридического образования, я решил все же стать финансовым аналитиком и так называемым трейдером. То есть торговцем на международной валютной бирже. Естественно, как вы понимаете, совершенно не по специальности. Да и подобной специальности, насколько я знаю, высшие учебные заведения в то время еще не обучали практически нигде в мире. Ну и, конечно, не то, чтобы я особо и тогда хотел просто научиться зарабатывать миллионы и ничем больше полезным для общества никогда не заниматься. Но все же для моего развития и развития моих интеллектуальных способностей, что было для меня в тот момент в абсолютном приоритете, как мне тогда казалось, объективно куда большим испытанием была именно одна из самых сложных и конкурентных игр в мире. А именно суперинтеллектуальная игра и противостояние на бирже против самых предприимчивых и умных людей планеты. Да и чуть ли не всего мира, так как основная конкуренция в этом мире, и это не секрет, пока что крутится именно в сфере заработка денег. А тут еще и можно помериться с силами и поиграть против, можно сказать, некой суперглобальной и межгосударственной финансовой пирамиды. Да и всех видов валют одновременно. Ну и к тому же немного стыдно признаться, но слово финансовый аналитик, это как вы понимаете, реально звучит куда более круто и что ли более современно, прикольно и перспективно, чем просто хороший юрист, адвокат или даже какой-то там судья. Да и в теории, как все мы знаем или по крайней мере догадываемся, денег в этой финансовой сфере, особенно сегодня, крутится просто ну нереально много. Больше, чем где-либо еще. Ну а кому же из нас хотя бы поначалу не хочется ну нереально много денег? Ответьте. Да еще и по возможности побыстрее. Ну и к тому же, что не менее важно, что я еще задолго до института уже много лет изучал много всего разного, связанного с саморазвитием в разных направлениях. В том числе религию, историю, философию, психологию, боевое искусство, потенциальные пути развития человека и многое другое. И соответственно, чтобы продолжать каждый день развиваться, а не деградировать во всех этих направлениях, в том числе и в спорте. А я уже тогда был чемпионом Украины и кандидатом в мастера спорта. И даже, кстати, неофициальным мастером спорта. Ну и, конечно, регулярно вместе с этим занимался боевыми искусствами. Поэтому мне, конечно же, было необходимо самое главное. Это время для всего этого. А на обычной работе, как вы понимаете, это вообще мало реально. И одновременно читать книги по философии, психологии и боевым искусствам, регулярно ходить на тренировки и при этом заниматься на работе реально развивающим тебя интеллектуальным трудом, да еще и зарабатывать этой деятельностью хорошие деньги. Несколько похоже на утопию в наше время, не правда ли? Собственно, по этой банальной причине меня и привлекла тогда финансовая аналитика и трейдерство. Куда больше, чем юридическая практика с ее постоянной привязкой к какому-то определенному месту работы и жизни. Поэтому я постепенно и отказался от всех вариантов обычных работ. Хоть и пока я присматривался и обучался трейдингу, на первых этапах меня как-то приглашали работать и в большом банке с ценными бумагами. И стажировался разок по большому блату юристам в Величевском торговом морском порту, одном из самых, кстати, крупных в Украине, причем если не самом. И даже как-то раз в службе судебных приставов. Но, к счастью, я очень быстро понял, что это все не то и практически сразу ушел с головой в самостоятельное обучение финансовой аналитики и конструированию авторских торговых систем на Форекс. И да, как говорится, желание, интеллект, осознанность и труд, вообще все, что хочешь перетрут, поэтому уже через лет 3-5 постоянного самостоятельного обучения, практики и прочтения десятков книг у меня уже начало что-то получаться. Появились первые серьезные деньги на счетах и даже первые инвесторы. Хотя вы, возможно, не поверите, но уже еще через каких-то пару-тройку лет продолжение постоянного изучения этой темы и реальной практики исключительно самостоятельного придумывания и выстраивания некоторых успешных авторских систем и стратегий торговли, которые часто при этом превосходили наработки многих лучших трейдеров мира. Также после того, как я побывал и в тройке лучших трейдеров СНГ, иногда более чем удесятирять деньги некоторым инвесторам и даже умудрялся как-то иногда работать более чем с несколькими десятками обычных инвесторов одновременно и даже с крупными профессиональными инвесторами из Дубая. Так что после всего этого я реально начал разочаровываться и в этой деятельности, как собственно и в тупом заработке денег, которому, как я уже говорил, особо никогда на самом деле и не стремился. Для меня всегда по сути это было обычной развивающей интеллектуальной игрой, причем игрой действительно очень сложной и да, для меня до сих пор довольно интересной. Но сами деньги меня привлекали, кстати, в этом процессе практически в последнюю очередь, хотя они были большие. Более того, у меня так и да, несмотря ни на что, получилось так и начать зарабатывать более трех, может быть пяти тысяч долларов за несколько недель и даже была реальная возможность зарабатывать и все 20-30 тысяч долларов за то же самое время, где-то за полмесяца. Причем вообще без каких-либо финансовых рисков с моей стороны. Но реально скажу одно, что когда ты увидишь, как в принципе легко зарабатываются реально большие деньги, когда ты поймешь, что деньги на банковских счетах людей, это вообще тупо цифры, которые часто появляются неоткуда, а бывает, к сожалению, исчезают в никуда. Когда ты увидишь, как на твоих счетах и счетах твоих инвесторов буквально за дни могут прибавляться дополнительные нули, так и убавляться и вообще добавляться тысячи долларов иногда за считанные секунды, то наступает своеобразное просветление по поводу всей этой банковской и финансовой деятельности, также по поводу заработка больших денег и много чего другого, связанного с деньгами. Вот это, собственно, и есть, друзья, мое первое откровение даже самому себе, которое, собственно, заключалось в том, что я реально такой странный человек, что для меня, в принципе, эта деятельность, как и любая другая, скорее было более интересно, как обучение, самосовершенствование, ну и, конечно, применение моего интеллекта для решения реально непростых задач. Как говорится, чтобы ум не слишком расслаблялся и не успевал деградировать. А вот когда я увидел и реально осознал, что на самом деле все это довольно-таки просто, что многие просто это переоценивают и что, в принципе, любой вменяемый, даже человек с более чем средними интеллектуальными способностями, может буквально за каких-то 5, максимум 10 лет, если реально того захочет и потратит их даже на просто самостоятельное изучение данной темы, то реально сможет начать зарабатывать практически любые суммы от тысяч и даже, возможно, сотен тысяч долларов в месяц. Ну и, конечно, при желании и упорстве можно научиться создавать очень даже занятные стратегии, которые иногда и не снились очень даже известным и богатым трейдерам мира. Которые, кстати, в большинстве случаев, если вы не знаете, просто копируют у друг друга одни и те же стратегии в поисках просто обычного быстрого заработка, даже особо иногда не вникая, чем они на самом деле занимаются и, главное, зачем. Простыми словами, даже там, в трейдинге и финансовой аналитике, чаще всего за очень небольшим исключением, работают примерно те же люди, как и все мы с вами. Люди, примерно с теми же переживаниями и тараканами в голове. И, конечно, далеко не на порядке умнее всех остальных, а просто люди, немного раньше начавшие этим заниматься, просто люди более усердные и, конечно, что хорошо, умеющие сосредотачиваться или даже нередко просто по везению скопировавшие или купившие хорошие торговые стратегии где-то. Но затем, после их покупки, некоторые просто повторяют из года в год одно и то же, просто зарабатывая на этом деньги. Да и с инвесторами, кстати, к сожалению, все абсолютно то же самое. И да, даже они все те же обычные люди. Да, где-то немного заработавшие на своем бизнесе, кто-то на махинациях или еще где-то. Люди пытаются вкладывать лишние деньги, чтобы их приумножить или хотя бы не потерять вследствие инфляции. Просто обычные предприимчивые люди с теми же обычными тараканами, мечтами, надеждами и переживаниями в голове, как и все остальные. Опять же, они чаще всего не супер какие-то интеллектуалы, а просто обычные логичные люди, которые просто не боятся инвестировать, не боятся что-то пробовать новое, могут доверять свои деньги хорошим профессионалам своего дела, которые, собственно, и приумножают их капитал, да и то, как вы знаете, далеко не всегда очень удачно. Ну и плюс, а вернее явный для меня минус, что трейдинг – это все же на самом деле очень нервная и очень нестабильная и относительно опасная деятельность, особенно если это касается совсем уж больших денег. Да и если честно, еще и очень далеко не факт, что хоть немного общественно полезная деятельность, так как, по сути, она заключается в том, чтобы банально вытягивать деньги из разных государственных и мировых финансовых пирамид. У банков или у других инвесторов за счет своего интеллекта иногда просто и удачи. Поэтому все же к моей удаче я тогда успел быстро спохватиться и в правильное время, в период своего небольшого спада, без скидалово и прочей плохой кармы, сразу скажу, оставшись друзьями с инвесторами, одним разом все быстро перечеркнуть и забыть о трейдинге на многие годы, чтобы высвободить огромное количество времени. Для того, чтобы продолжить заниматься еще более интеллектуальным и в разы еще более полезным для моего ума и обычной жизни самообразованием, трудом и помощью людям. В общем, пока было не поздно и еще что-то осталось, было решено потратить заработанные деньги именно в полезное русло и в то, что мне действительно всегда нравилось больше всего. Ну и самое умное, друзья, как вы понимаете, что мне пришло в голову, это именно закупить, да и не просто накачать в интернете море различных пособий, книг и образовательных тренингов просто на десятки тысяч долларов и просто поехать месяцами обучаться, писать и путешествовать по разным городам и странам. За это время, друзья, я несколько раз по разным странам умудрился проехать ну тысячи километров автостопом и даже где-то пять-шесть сотен километров на велосипеде, когда ездил в Крым. Также на несколько месяцев умудрялся задержаться пожить и в Москве, на севере России, пару-тройку месяцев в Петербурге и даже целых полгода в Бразилии. Обучаясь и одновременно начиная заниматься на практике писательской, вот в этот раз уж точно, по моему тогдашнему мнению, действительно общественно полезной и интеллектуальной емкой деятельностью. Параллельно, естественно, самостоятельно создавая на коленке свой, как вы знаете, портал саморазвития. Ну а дальше вы наверняка всё и так знаете. За это время прошло примерно 3-5 лет, и мной было написано много сотен статей и даже тысячи страниц обучающих и образовательных материалов на разные темы. Для начала, скажем так, банально для тренировки, а затем, когда уже более-менее я научился писать и выработал свой авторский стиль, который, наконец, мне и самому понравился, Вот, собственно, с того момента я и перешёл на написание более ёмких и полезных для людей книг, в которых даже чаще всего, как вы знаете, даю полную гарантию на то, что жизнь прочитавшего их изменится. И она действительно, поверьте, меняется. Можете сами убедиться в этом, прочитав любую из них, говорю их сейчас на полном серьёзе. В общем, так или иначе, написав пяток таких книг, которые я вначале по старой памяти предпринимателя-бизнесмена решил продавать сценикам от 1000 рублей за каждую электронную копию, так как всё же информация в них была действительно очень ценной. Вы, как я уже сказал, сами можете в этом убедиться. Да и в то время другие подобные тренера продавали подобную информацию в интернете уже в разы дороже под флагами так называемого инфобизнеса. Но потом, ещё в начале этого пути, я всё же опять похватился и решил, что совсем не для этого я бросил все мои бывшие, получестные, несоизмеримые этому заработки на бирже и, наконец-таки, стал заниматься именно реальным саморазвитием и помощью в развитии других людей. Вот, собственно, с того момента я и решил отдавать все свои книги даром абсолютно всем желающим развиваться, хотя технически, можно сказать, что не совсем даром, а за донейшн. Это значит, если вы не знаете, за свободные пожертвования в любом количестве, которые, возможно, захочет дать автору человек, уже прочитав эти книги или другие информационные материалы. Естественно, друзья, как реалист заранее понимают, что в нашей стране, где даже Windows или любую другую платную программу, тем более книгу, почти никогда в светлом умеет резвая память, и люди не покупают, а просто ищут, как взломать в интернете или скачать. А тут ещё хуже. Они уже скачали книгу бесплатно, уже прочитали и уже получили результат. Так зачем же им ещё кому-то после этого затем платить? Ну реально, многие вообще не понимают, зачем нужно тратить своё время и деньги, чтобы заплатить, когда уже получили и товар, и пользу. Это на самом деле, к сожалению, какая-то странная и нелогичная глупость в сознании большинства современных людей. Собственно, поэтому уже тогда было очевидно, что подобное нелогичное и на самом деле даже утопичное занятие для постсоветских стран явно не принесёт больших доходов. Но всё же, как чаще всего у меня и случается, опять перевесило желание вывести полезную и даже платную информацию в свободный доступ для любого обычного человека, у которого на это объективно даже нет денег, тем более, которые эта информация ранее на самом деле стоила. Да и, друзья, наконец, мне примерно к этому времени начало приходить понимание, что реальное большинство людей, которые в этом как раз больше всего и нуждаются, вообще редко читают книги. И уж тем более никогда не купят вообще никакую книгу, даже за тысячу рублей. Причём даже при условии, что там знаний и информации больше, чем на 10 или 100 тысяч. Причём даже если они сами знают, что она их может действительно реально мотивировать, начать меняться самим, улучшить своё здоровье, семейную жизнь, построить свой бизнес, в общем, в разных направлениях кардинально поменять свою жизнь к лучшему и даже жизни всех своих близких. Конечно, если вы не такой человек, то, возможно, вы даже не поверите, но даже догадываясь о реальной ценности книг, к сожалению, реальное большинство современных людей никогда не начнут покупать дорогие, да и вообще, если честно, никакие книги, и уж тем более ещё и ходить на какие-то напорядок ещё более дорогие развивающие тренинги, курсы, семинары, получать дополнительное образование и так далее. Собственно, поэтому я обычно и говорю, что в первые 3-4 года моей писательской деятельности я, можно сказать, просто тренировался и учился. Хотя меня уже и тогда читало, не знаю, несколько тысяч людей каждые сутки, и были уже несколько сотен или даже тысяч хороших отзывов. А о моих книгах, кстати, вообще пока ещё ни одного плохого отзыва за всё это время, хотя прошли уже многие годы, и прошли их тысячи людей, ещё не было. А вот финансово, по сути, за всё это время было заработано ну максимум пару сотен долларов вообще со всего сайта и со всей моей писательской деятельности. Так как, по сути, все эти книги и вся эта информация была просто в свободном доступе, с минимальной рекламой, а потрачено, как вы понимаете, за это время многие тысячи, если не десятки тысяч. Ну а что делать? Оказывается, стать реально полезным, а не коммерческим писателем в наше время не так-то и просто. Но потом всё, конечно же, пошло немного быстрее, но в целом, когда я уже хорошо научился этому ремеслу, то и написание статей на не очень уж важные темы мне уже практически полностью надоело. Особенно, когда я научился это делать одним из лучших в русском интернете, а мой сайт и многие мои статьи потихоньку начали выходить на первые позиции в поисковиках как объективно лучшие, самые полные и полезные по разным темам. Но так как мне к тому времени уже надоело писать на популярные коммерческие темы, пусть и связанные с саморазвитием, то я переключился на писание действительно полезных книг. Да, мои уже написанные книги, пусть и не на такие массовые и сегодня не такие востребованные темы, так как вы сами знаете, что сегодня читает и смотрит обычная молодёжь. Но в целом, как вы понимаете, я и так их просто отдавил всем, так что, как по мне, за бесплатно лучше уж реально помочь пару тысячам людей стать осознаннее, мудрее и счастливее, чем просто развлекать миллионы взрослых детей. Но вместо себя, чтобы не забрасывать сайт, который уже посещал в то время около 4-5 тысяч человек в день, я просто нашёл десятки, а потом даже сотни начинающих относительно экспертных писателей, а затем ещё и самостоятельно обучил немало реальных хороших редакторов, которые, собственно, и занимаются в данный момент всем этим делом вместо меня. Но чтобы люди не работали совсем уж бесплатно и просто за идеи, да и большинство людей, как мы все понимаем, особенно профессионалы, и будут бесплатно работать годами за идеи, и это логично, я плачу им в данный момент около 90, и даже иногда 95 и больше процентов от их собственного заработка на статьях, получается, что именно от реального их дохода и вообще всего дохода от их деятельности. Хотя, если честно, то бывает, что даже и сами иногда доплачивают некоторым перспективным людям, лишь бы они работали и приносили пользу обществу. Так как быть писателем на сайте саморазвития это реально, особенно на первых этапах, очень недоходный вид деятельности, особенно в наше время, как вы уже наверняка догадались. Но с другой стороны, я, конечно же, сам не жалуюсь, это, как вы понимаете, вообще был для меня неплохой опыт найма, координация обучения и даже до обучения нескольких сотен сотрудников, работающим на моем собственном образовательном проекте, да еще и опыт выстраивания такой системы, которая сама бы могла себя финансировать, приносить пользу миллионам читателей, да еще и какой-то дополнительный доход сотням начинающих, да и не только начинающих, писателей, редакторов и копирайтеров. И при этом, опять же, заметьте, что все мое обучение и помощь всегда была и остается до сих пор бесплатной для всех моих работников, ну чисто так, как говорится, лишь бы люди работали, а чаще всего от их работы я за тем, как вы понимаете, годами не получаю ни копейки, да еще и нередко доплачиваю свои деньги. Так что в то время я иногда, чтобы подработать, размещал объявления на своем сайте и общался с людьми лично, чтобы решать их проблемы как психолог и коуч, собственно, примерно то, о чем я вам сегодня расскажу немного позже. Правда, тогда я делаю это редко и без особого желания, ведь денег мне еще хватало, и я понимал, что лучше я за это время напишу пару страниц книги для десятков, если не сотен тысяч людей, чем проведу одну личную консультацию и помогу пусть и более качественно, но всего единственному одному человеку. Именно поэтому, если вы за мной наблюдаете, я выставил тогда солидную цену от 120-150 долларов в час за общение со мной, тем более, что ранее, до моей писательской деятельности, как финансовый консультант, я брал от 1000 долларов за общение в скайпе примерно на 2 часа. И люди, кстати, нередко платили и более того, всегда оставляли хорошие отзывы. Но, как вы понимаете, для абсолютного большинства обычных людей не бизнесменов. Это даже на сегодняшний момент довольно недешево, но и продавать свое время за совсем копейки мне тогда не хотелось. И да, хоть помогать лично мне очень нравилось уже и тогда, и это действительно был отличный опыт, но все же помогать именно действительно большому количеству людей для меня было куда более ценным и мотивирующим. Тем более, такая возможность работать не за деньги, а именно за идею у меня была. Естественно, в то время я получал одновременно и небольшой доход от своих уже написанных статей, которые прочитали на данный момент уже больше 5 миллионов человек. Да и как другой специалист, как редактор на своем же сайте, так как под моим редакторством и авторством было уже более тысячи статей, которые прошли, кстати, уже более 10 миллионов человек на данный момент. Ну и как я уже сказал, бывали все-таки иногда какие-то небольшие поджертвования от читателей, плюс редкие консультации, но зато по относительно хорошей цене. Хотя, если честно, сейчас берет такие деньги практически любой известный психолог, но мне одному на то время хватало более чем с головой. Ну и тем более, что на это время еще у меня оставалось немного мудро и очень надолго отложенных денег от прошлых моих трудов на Форексе и моих стараний как финансовая аналитика и консультанта. Кстати, по ходу дела могу вам дать еще один интересный и полезный совет от меня. Если вы сейчас зарабатываете реально много и вам реально хватает, чтобы жить счастливо, то не тратьте все сразу. Лучше хоть немного старайтесь откладывать. Мало ли, когда вам деньги еще пригодятся. Особенно деньги на хорошие дела, которых, как оказалось, можно сделать в этом мире очень и очень много. Ну ладно, это все лирика, давайте все-таки продолжим. В общем, прошло некоторое время, когда и писательский, и редакторский путь, и даже работа частного коуча, консультанта, психолога уже была довольно хорошо мной освоена. Собственно, с этого момента меня начали снова посещать некие навязчивые мысли, что надо срочно развиваться дальше. Да и если честно, просто банально начинать делать что-то еще более современное, так как последние 5-6 лет, когда я занимался статейным сайтом и раздавал бесплатно свои книги, количество людей, желающих читать полезную информацию, причем даже бесплатно, неуклонно становилось все меньше и меньше. Да и если честно, уже может хотелось понятное дело начать обучать не там даже тысячи людей в день, а возможно десятки или даже сотни тысяч, не говорю уже о миллионах в день, поэтому собственно заниматься только сайтом в любом случае уже был вообще не вариант, так как не факт, что уже через каких-то 5-10 лет вообще останутся в таком количестве люди, любящие читать, поэтому надо было в любом случае что-то срочно предпринимать. И вот тут я собственно и принялся осваивать наш сегодня уже любимый и вездесущий YouTube. Ну и заодно конечно не в последнюю очередь просто видео и аудиоформат передачи полезной информации как однозначно куда более перспективный, чем обычный печатный на сайте. Ну а тем более, что это совпало как раз с тем моментом, что супер удачно в это время у меня появилась лучшая моя вторая половинка Габриэль, которую вы уже наверняка все давно знаете. Ну и заодно однозначно, как вы понимаете, намного более красивая половинка у меня, так что теперь мне хоть не так было стыдно начать снимать самого себя. Вот собственно я и решил попробовать смешать обычные блоги путешествий, так как путешествовать я тоже любил. Да и это очень в теории много кому интересно даже до сих пор. С блогами саморазвития и ненавязчивой подачей полезной информации. Саморазвитие, как вы понимаете, уже людям было не так интересно, ведь сейчас большинство людей смотрят совершенно YouTube не для этого, но все же в перемешку с путешествиями и нашей веселой личной жизни это в теории могло бы сработать. Да и на самом деле можно сказать, что это такие в итоге сработало, ведь если честно у нас уже на это время были периоды, когда нас смотрел на YouTube около 400 и чуть более тысяч человек в сутки, что равняется целому, довольно немаленькому городу и популярности некоторых главных телевизионных каналов. И кроме того, да, действительно у нас на канале чаще всего именно смотрят те видео, которые могут будут сильно, правда и очень постепенно, а не так быстро, как книги, но все же таки изменить жизнь наших зрителей. И опять же скажу честно, что бывает такая посещаемость у нас на данный момент довольно-таки к сожалению редко. Да еще более горькая правда в том, что мы шли к этому, как и почти всегда и ко всему в моей жизни очень и очень небыстро и непросто. Опять же, в итоге нам понадобились годы реального каждодневного труда и исключительно только вложения и абсолютно никакого дохода от данной деятельности. Так как по сути все, что мы заработали с просмотров на ютубе за два года постоянного труда, съемок и монтажа даже не равнялось стоимости фотоаппарата, который мы купили специально и только лишь для того, чтобы вести канал и снимать видео на ютубе в более-менее нормальном качестве. И это уже не говоря о том, что нам пришлось купить еще одну камеру и поменять еще несколько, пока мы не разобрались, какие нам нужны. А также, как вы знаете, слетать в Индию и прожить там целых три месяца, за это время посетив ну просто десятки городов и святых мест и приехали реально тысячи километров в разных направлениях по всей Индии от Гоа до гор на севере Индии и монастыря Далай-Ламы, где, кстати, в горах у самих вечных снегов мы успешно с Габриэль и обвенчались. После чего мы, кстати, заодно и сделали пока что самое большое более чем в 400 серий видео о путешествиях по Индии в русском да и бразильском интернете. Так как для Габриэль моей жены из Бразилии я потом как-нибудь расскажу вам эту историю, как у нас это произошло. Но мы, в общем, и для жены начали снимать ее блоги на ее португальском языке. Правда, намного более развлекательные они такие, как мои занудные обучающие. Но в любом случае затем мы еще долго с ней просто снимали свою жизнь, путешествия по различным эзотерическим семинарам, готовку и многое другое. Но потом летом 2017 года родили, как вы знаете, прекрасного и здорового ребенка Раду, причем также прямо перед камерой, за жизнью которой в данное время больше всего и наблюдают зрители нашего канала. И хотя за все это время у нас на канале было и немало обучающей информации и даже недавно целые аудиокниги, но все же более развлекательные видео по понятным причинам всегда смотрит намного больше людей, поэтому мы собственно обычно и показываем по желанию зрителей более ненавязчивые видеоблоги и путешествия, чем реально обучающие видео. В общем, ладно, так или иначе, но года через два с половиной три, а это уже на данный момент плюс-минус на ту дату, когда будет опубликовано данное видео, наши блоги только на этом канале уже посмотрели почти пять миллионов человек. И что хоть конечно немного и меньше, чем прочитано людьми моих статей на сайте и уж тем более статей под моей редакцией, но мой сайт уже существует почти в три раза дольше, так что ютуб однозначно его скоро обгонит, да и уже давно плюс-минус обогнал, если приплюсовать еще посещаемость блога Габриэль, который уже также посмотрел более двух миллионов бразильцев, да и этот канал можно сказать еще более популярным, так как в данный момент под каждым видео уже содержатся десятки, а бывает и сотни благословений и благодарностей за то, что мы делаем, что собственно и мотивирует нас продолжать эту работу. И вроде бы друзья, многие скажут все, радуйтесь, бинго, успех, но единственный минус, что нам это до сих пор не приносит никакого особого дохода, а пока что в основном только одни расходы, так как средний доход за тысячу просмотров на ютубе сейчас в 3-4 раза меньше, чем на сайте. Но учитывая, что я сейчас еще и нанял несколько людей помогать мне делать монтаж, то я даже в небольшом минусе. То есть сейчас мы работаем исключительно, чтобы приносить вам и вообще людям пользу. Надеюсь, что это в теории хотя бы рано или поздно хоть как-то окупится. Ну, как говорится, если не деньги, но нас хотя бы греет то, что только на русском канале связано только с естественным рождением Рады посмотрело уже больше нескольких миллионов человек и скажу вам честно, довольно много минимум несколько десятков людей уже писало, что родили подобным образом, вдохновившись нашим примером. И даже скажу честно, пару раз бывало и даже звонили чуть ли не во время своих собственных родов, спрашивая советов. Естественно, мы никому не отказывали и пока еще не об одном негативном случае, кто от этого хоть как-то пострадал, мы не слышали. А вот о том, как люди пострадали в роддомах, было уже несколько десятков отзывов и скорее всего придется сделать об этом отдельно видео, чтобы просто их зачитать. Ну и уж поверьте, прежде чем так необычно родить, я же, как вы уже надеюсь, понимаете, реально изучил рекомендации, книги, семинары реально десятков лучших специалистов СНГ и всего мира по этому поводу. Причем изучил столько всего, что даже затем записал несколько часов видео с рекомендациями для родителей при родах дома, а также о том, как максимально обезопасить себя при родах в роддоме, которые, кстати, посмотрели уже тысячи будущих родителей. Кроме того, мы, конечно же, не так безответственны, как многие про нас думают. Мы действительно нашли на подстраховку одного из самых лучших врачей-акушеров, которые вообще могут согласиться на рождение в домашних условиях. Так как сегодня во всем СНГ, если вы не знаете, запрещено для профессионалов с высшим медицинским образованием под угрозой реального уголовного преследования, а человек, которого мы нашли, принял более 700 удачных родов и является профессионалом довольно давно. Кроме того, мы, естественно, вели хотя бы относительно здоровый образ жизни и даже выполняли специальные рекомендованные им перед родными процедуры. Так что в итоге все прошло хорошо и мы так и стали образцовой семьей с реально здоровым ребенком, который, естественно, на данный момент уже почти полтора года еще ни разу ничем не болел. И, собственно, именно поэтому мы рекомендуем подобные вещи, опять же не просто от того, что у нас что-то случайно получилось и нам это понравилось или это было дешево, а именно осознанно изучив десятки лучших специалистов их семинары и книги, выслушав десятки реальных историй, в том числе, кстати, у нас в комментариях на этом канале, также истории наших друзей и много чего еще. И это просто например, хотя те же роды это максимум всего пару процентов, если не меньше, от вообще всего того, чем мы интересуемся и занимаемся. Хотя, конечно, и это неплохой пример того, как можно, имея много времени и желания, разобраться вообще практически любой неизвестной тебе теме буквально за каких-то пару месяцев, ну или максимум за полгода-год. Причем разобраться именно на уровне реально многих специалистов. Ну и, конечно, у меня из-за этого, так как часто мы показываем совершенно не то, что принято и популярно сегодня в мире, например, связано с правильным питанием, с обучением или с рождением не таким образом, как сегодня считается нормальным. То, соответственно, у меня, конечно же, из-за этого в разы больше хейтеров, людей, которые нашу семью не понимают, чем в блогах у Габриэля. И да, друзья, конечно же, как не самый глупый человек, конечно же, я четко понимаю, что делаю далеко не популярные вещи, но все же я продолжаю и буду продолжать чаще делать и показывать именно то, что реально полезно людям, а не только то, что исключительно популярно и на чем можно быстро и много заработать. Да, пусть, возможно, это будет интересно для меньшинства, но мы хотя бы постараемся не дать этому миру окончательно деградировать, чтобы людям, которые реально хотят развиваться, становиться здоровыми, мудрыми, успешными, осознанными, счастливыми, было как можно проще найти нужную информацию, да и, возможно, вдохновиться нашим реальным примером. И да, сегодня действительно много кто в этой теме обучения просто зарабатывает. И действительно, сегодня не так много людей, которые искренне помогают другим людям, да и они не так популярны, как остальные, так как сегодня, как вы знаете, в тренде именно развлечения, а не образование. В общем, я даже к своему собственному удивлению оказался очень стойким человеком с соблазном большим заработков, если это тем, кому я помогаю, может так или иначе повредить. Поэтому я постараюсь и дальше делать и давать не только то, что вам интересно, но и то, что вам реально нужно и полезно для вашей дальнейшей счастливой жизни и саморазвития. И да, пусть даже если большая половина из вас после этого отпишется, да может оно действительно и будет к лучшему. Лучше прямо сейчас отпишитесь, если вам это не интересно. Нам, скажу честно, таки приятнее находиться в обществе редких в наше время адекватных людей, у которых ценности близки к нашим, чем даже среди десятков миллионов некоторых реально неадекватных товарищей. Но вы и сами знаете, кто сегодня в основном сидит на ютубе целыми днями. Наверняка вы уже тоже читали комментарии под любым из реально популярных видео на русском ютубе, причем в любой теме и у любого автора. К сожалению, сегодня в русском интернете есть такая тенденция, что если человек популярен, то есть если его банально смотрит по факту много людей, то как бы хорошо и качественно он не делал свою работу, и чем бы он не занимался, у него все равно всегда найдутся хейтеры, оскорбления и мат в комментариях. Ну вот реально, чем бы вообще он не занимался, пусть даже приготовление вкусной еды, благотворительностью или раскрывал бы духовные темы. Ну вот все равно всегда и по факту найдутся люди, которые, например, с пеной рта начнут кричать, что ты помогаешь детям, но не помогаешь животным. А потом найдутся, конечно же, другие, оскорбляя тебя за то, что ты помогаешь животным, но не помогаешь детям. Потом, конечно же, вспомнят и про стариков, и про экологию, и про науку, и политику. Поэтому ты сегодня всегда найдешь тех, кто тебя ненавидит, чем бы ты ни занимался. К сожалению, сегодня это действительно так. Но может оно правда и к лучшему, ведь так или иначе это возвращает авторов в реальность. Но что говорит теперь о нас? Мы со своими темами о здоровье, спорте, путешествиях, рождении, правильном питании, воспитании адекватных детей и подобном, иногда просто на передовой ненависти. На нас, скажу честно, учитывая такое внимание к теме и миллионы просмотров влогов о нашей реальной жизни, просто десятки людей уже писали, что подадут в милицию и прокуратуру. Да и обещали пару раз даже приехать отобрать ребенка или хотя бы накормить его насильственным мясом, так как он якобы умрет от анемии. И это, друзья, скажу честно, уже было начиная с того времени, когда дочери исполнили всего три месяца. Хотя на данный момент прошло уже больше года даже с того момента, а она еще ни разу даже не болела. Да и мы, кстати, сдавали общие анализы и проверялись у всех профильных специалистов в поликлинике и, конечно же, оказалось, что у Рады все в полном порядке и даже близко к идеальному, причем у всех отношений. Совсем скоро вы увидите видео об этом и нам, как вы понимаете, как всегда, скрывать нечего. Так что да, сегодня по факту, друзья, очень многие люди таки всей душой почему-то ненавидят реально здоровых людей, которые уже больше десяти лет не принимали ни одного лекарства. Почему-то очень многие люди ненавидят успешных и еще больше ненавидят откровенно богатых. Более того, даже немало людей сейчас презирают просто крепкие и сплоченные семьи. Не зря же в СНГ статистика разводов уже через 5 лет после свадьбы превышает во многих городах 80-90, а иногда и в 7-95 и даже, как ни парадоксально звучит, даже 100%. Так что, друзья, к сожалению, ну или просто по факту, если ты живешь не как все, то есть хотя бы стараешься жить как настоящий, здоровый, осознанный и успешный человек, то по факту тебя, скорее всего, захотят задавить и полить грязью очень многие. Да что там, иногда до 90% знакомых и уж поверьте, тем более зрители на вашем YouTube-канале вообще не поверят, что вы живете как есть на самом деле. Вы не поверите, но бывают даже такие люди, которые подписываются только для того, чтобы просто наблюдать, когда же вы умрете от всего этого. Причем реально признаются об этом на полном серьезе. Да, друзья, к сожалению, в СНГ на сегодняшний день, если вы уже по умолчанию не живете среди успешных и осознанных людей, а, например, в какой-нибудь среднестатистической семье и окружении, то вырваться и начать развиваться невероятно сложно. Реальное большинство окружений обычных людей по факту чаще всего хочет, чтобы вы не отличались от них и не высовывались. Иначе, если вы многого добьетесь, их само мнение просто разлетится на осколки и причинит им тем самым просто невероятную боль, а главное осознание, что всю жизнь они прожили практически зря. Понимаю, что многим это горько осознавать, как было когда-то и мне, но на данный момент, как минимум на территории СНГ, для более чем 70% населения это факт. И да, развиваться в таких условиях действительно невероятно трудно, но зато есть и бонус в том, что если вы таки преодолеете этот барьер, то ваши знакомые и ваше окружение все же рано или поздно, увидя ваш успех и явную вменяемость, начнут тоже меняться и потихонечку расти. Так что да, мы, к сожалению, и это уже понятно, что сегодня не сможем помочь всем, а пока только самым вменяемым людям, которые уже готовы к изменениям в своей жизни и восприятию не только развлекательной, так сказать, сжачной информации, а уже они, в свою очередь, при желании смогут начать менять и свое окружение. Поэтому теперь мы решили сосредоточиться именно на самых вменяемых и надеемся, что все остальные подтянутся тоже. А так мы, конечно же, понимаем и отдаем себе отсчет, что есть разные люди, особенно из сотен тысяч, так уж точно, кто-то окажется совсем неадекватным. И мы, кстати, заранее прощаем всех и признаем свои недостатки тоже. Недостатки действительно у нас есть, и более того, у нас их очень и очень много. Но, по нашему мнению, надо акцентироваться скорее не на них, а наоборот, куда более правильное искусство, это находить в людях все лучшее и принимать их хорошие привычки, прощая вместе с ним их слабости. Да, мы выбираем для себя путь помогать и подсказывать другим, а не оскорблять их. Ведь только тогда у людей может появиться истинная возможность и тем более желание действительно начать исправляться и расти. Поэтому, кто реально хочет жить как все, и ему противно обучение и саморазвитие до глубины души, хотя я даже не знаю, бывает ли такое и почему. Но такие в любом случае могут со спокойной совестью отписаться от нашего канала. Нам сейчас скажу честно, вообще не нужны ваши лайки, ни просмотры, ни что-либо еще. Мы, будьте уверены, так и найдем на чем заработать и без явных деградантов. Тем более, лично нам многого не нужно, чтобы жить счастливо. А если учесть, что мы не получаем с этого канала особого дохода, вернее, не получаем его вообще, а только сейчас тратим, вернее, инвестируем, как говорят успешные бизнесмены, свое время и деньги, причем уже более трех лет и только для того, чтобы сделать вам приятное и полезное. Да, возможно, для нас это банальная инвестиция в светлое будущее, но опять же, именно для всех нас с вами, для наших детей и для ваших детей. И именно поэтому мы этими занимаемся. А для заработка, конечно, мы бы занимались вообще совсем другими вещами. Кстати, скоро вы увидите односновые большие проекты. В том числе, тут на ютубе будет проект, который очень скоро должен набрать миллионы подписчиков и сотни миллионов просмотров. Проект с огромным оборотом как бюджета, так и еще с большей пользой для этого мира. У нас, кстати, уже в команде несколько десятков профессиональных дикторов, так что следите за обновлениями и совсем скоро мы анонсируем и начнем быстро развивать этот обучающий проект, которому в интернете на сегодняшний день практически нет аналогов. Так что теперь будет, скорее всего, немного меньше видео на этом канале и на канале рады. Зато мы реально постараемся делать намного более интересно и качественно. И, конечно, больше моделировать комментарии. Думаю, лучше будут убирать вообще весь мат и неадекватов с наших каналов, так как нас начинают смотреть все больше детей и адекватных людей, которым это может быть банально неприятно. А тем более, что это может быть полезно и самим неадекватам, ведь если на них не обращают внимания, то они быстрее успокаиваются и их эмоциональное состояние не успевает ухудшаться. Ну, либо эти люди пойдут писать мат в любое другое видео интернета и гадить на других каналах. Плюс мы, наверное, сейчас будем вынуждены уменьшать длину письменных ответов и комментариев, так как нередко раньше я старался помочь ответами всем, кто задавал свои вопросы. Но, друзья, сейчас иногда комментариев просто десятки в день, а бывали как-то и сотни. Но такое количество вопросов нельзя разумно, как вы, надеюсь, понимаете, ответить чисто физически. Причем, даже если я буду тратить на это целый день. Поэтому сейчас я буду стараться тратить все меньше времени на писанину и, например, начну снимать видео для вас с ответами на частые вопросы и подобное. Хотя все равно буду, конечно, стараться отвечать как всегда, особенно при наличии времени, только теперь немного короче. Лучше вместо этого я введелю время на личное общение с вами и одновременно мы с Габрией будем записывать видео с ответами на подобные и самые распространенные вопросы. Тем более, что если ваш вопрос будет длинный и сложный, то в видео формате ответ будет еще более доходчивым и полезным, чем просто несколько страниц писанина в комментариях. И, кстати, если вы не знали, то примерно за три года существования этого канала я уже ответил более чем на десяток тысяч комментариев. Так что из-за моих ответов уже можно было бы собрать несколько полезных книж. А учитывая, что, к сожалению, не так давно из-за технической ошибки на ютубе еще и удалилось несколько тысяч моих длинных ответов. Поэтому, друзья, уж точно в видео формате их будет проще найти и они будут в гораздо большей сохранности. А то это все может превратиться для меня просто в бессмысленный Сизифа в труд. Ну, вы, наверное, знаете, Сизифа это человек, который поднимает на гору камень, потом камень скатывается и он все это продолжает заново и заново. Также, друзья, многие из вас знают, что в последние несколько месяцев у меня уже получилось передать монтаж. Даже наших блогов почти полностью профессионалом. Так что теперь, друзья, наконец, по прошествии целых трех лет у нас немного освободилось время и на другие более важные дела и проекты. Но при этом все-таки наши блоги так и продолжат выходить более-менее регулярно. И, собственно, именно поэтому, так как времени немного у нас высвободилось, теперь мы и предлагаем вам пообщаться с нами лично. Ну и, конечно, нам все равно так или иначе нужны некоторые средства для реализации наших новых полезных для общества проектов, для наших новых путешествий и чтобы банально платить за монтаж моих блогов. Поэтому, друзья, мы, как всегда, будем рады любой вашей помощи, ну и, конечно же, постараемся помочь и вам, чем сможем. В том числе и форматом личного общения с вами, индивидуального коучинга, кому это интересно и нужно. О чем я расскажу немного позже. А так, все у нас хорошо, жизнь продолжается, надо по плану начинать воспитывать раду. Вот, например, пару дней назад я купил целых 12 аудиокниг и пяток обычных. И, кстати, от лучших и самых известных специалистов мира в области образования и раннего воспитания маленьких детей. Не буду, конечно, уже перечислять, что это за книги, чтобы сэкономить время и не быть нудным для тех, кому это неинтересно. Тем более, что я уже прочитал и изучил и до этого немало информации по данному поводу. Так что, все это вместе наверняка будет явно не меньше информации о раннем воспитании, чем в голове у многих, даже воспитателей и профессионалов. Ну и не говоря уже об обычных родителях, которые чаще всего не могут прочесть и 3-5, не говоря уже 10-20 настоящих толстых книг. Ну и, друзья, конечно же, не сомневайтесь, что я продолжаю каждый день обучаться и дальше. Естественно, а также чаще всего в ускоренном темпе, так как просто за столько лет мой мозг привык быстро обрабатывать очень много информации. Да и она уже быстро укладывается на свое место пластами, так как я уже знаю много полезных материалов практически по любой теме, связанной с саморазвитием и обучением. Собственно, поэтому я и могу сейчас читать довольно быстро, да и аудиокниги с лекциями слушаю обычно в полтора, а то и два раза быстрее, чем их читают обычные дикторы. Так что, друзья, вот таким нехитрым образом можно послушать даже десяток книг буквально за две недели. Причем я слушаю аудиокниги иногда даже во время моих занятий йога, если это меня не отвлекает. А мои занятия йога, кстати, проходят каждый день и длятся минимум два, три, а то и четыре часа. Хотя бывает, конечно, по-разному. Иногда я делю занятия просто на две части, одну половину могу провести в тишине, если мне книги или лекции мешают сосредоточиться. Но в целом я могу довольно быстро послушать и почитать когда угодно и что угодно, так как еще стараюсь выделить себе хотя бы пару часов в день и кроме этого на обучение отдельно от физических тренировок. Ну и не говоря уже, конечно, о том, что я работаю в основном со всей той же информацией, с тем же написанием книг, обучением своих работников, съемками наших обучающих видео, редактировкой статьи о наших работниках с сайта и так далее. Так что, друзья, вот таким вот нехитрым образом, имея небольшие навыки, можно за пару недель, но максимум месяц-два выучить очень-не очень много чего. Так что, опять же, далеко не все люди изучают за всю жизнь такой объем информации, причем не потому, что не могут, а так как они банально не считают и не интересуются саморазвитием. Ну а я, конечно, уже привык, у меня проходят дни уже так плюс-минус лет 15 подряд. Хотя и до этого было примерно то же самое, только тогда не было возможности уделять этому столько времени, так как, соответственно, были и другие дела, в том числе связанные с заработком денег не на обучение. Но сейчас мы с ГБЛ стараемся отходить все дальше от этого и работать уже не за деньги, а именно, чтобы приносить как можно больше пользы и радости как можно большему количеству людей. Можно сказать эдакий в такой в кавычках доктор хаус саморазвитие. Мне реально очень скучно жить, если я не развиваюсь и не делюсь знаниями с другими, если не решаю все новые и все более сложные задачи, не решаю их все быстрее и все более простым образом. Кстати, я уже вроде упоминал, что я реально считаю, что правильно решить обычные бытовые и жизненные задачи чаще всего сложнее, чем любая финансовая аналитика или торговля. Например, вырастить здорового, мудрого и счастливого ребенка в наше время и с нашей системой медицины, образования и рекламы это просто неимоверно сложная и суперкомплексная задача для любого родителя, в том числе и по изменению самих себя. Иначе, друзья, есть опасность, что ни одна рекомендация даже из самых умных книг по детскому воспитанию в реальности вам не поможет, какой бы умной она ни была. В мире, друзья, вообще много вещей, которые казалось бы банальны, но, к сожалению, на практике большинство людей все же не могут с ними справиться должным образом. Ну вот не может большинство людей стать здоровыми без таблеток, хотя, например, лично я уже больше 10, если не 15 лет, таблеток никаких вообще не принимал, даже от простуды. Как, собственно, и моя жена Габриэль, года 3-4 уже, сколько я ее знаю, а дочка вообще с самого рождения не приняла еще ни одного лекарственного препарата и более чем отлично себя чувствует к зависти всех наших хейтеров. Ну, или, например, для большинства не менее сложно постараться обойтись в своей семье хотя бы без тяжелых ссор, недопонимания со своей женой или мужем. Тем более, что сегодня говорят, что уже практически невозможно прожить жизнь вместе в любви и согласии. Особенно в то время, друзья, когда количество разводов выходит в некоторых регионах России и Украины за 95, а даже иногда более чем за 100%. Как бы это парадоксально не звучало. И это, разумеется, не какие-то мои выдумки. Откройте сами любую официальную статистику, благо она есть в интернете. То есть реально, для жителей многих крупных городов СНГ, если, конечно, верить статистике, то официально более чем на 100% это невозможно. Да вы и сами, друзья, наверняка уже знаете по своему опыту, что эта миссия практически невыполнима. Я вот лично по себе это точно знаю. Но выход, друзья, конечно же, из всего этого есть. Хоть и найти его непросто. Как, собственно, непросто и перестать, например, болеть, начать правильно питаться, регулярно заниматься спортом, завести правильных друзей. Ну или тем более стать реально мудрым, плюс при желании в любой момент сделает большой хороший бизнес, который будет приносить достаточно доходов и еще больше удовольствия, а заодно и хотя бы не вредить окружающей среде и окружающим тебя людям. И вот, собственно, это, друзья, и есть главное сегодняшнее направление моей аналитической деятельности. Изучать и придумывать, как бы реально в условиях сегодняшнего мира решить все эти самые часто встречающиеся проблемы самым простым и эффективным способом. И, кстати, друзья, если вы этому хорошо научитесь, то многие остальные проблемы вообще решатся за теми сами с собой с приходом некой мудрости. Если вы научитесь реально правильно вести себя в семье, среди своих друзей, коллег, начальников или подчиненных, то большинство проблем просто уйдет сами с собой. Ну а моя личная основная цель постоянно так или иначе учиться и самосовершенствоваться дальше, узнавать новые знания, а главное соединять их с уже имеющейся в одну цельную картину. Ну и, конечно, затем делиться с другими уже именно этой целостной картиной мира, а не просто какими-то разрозненными знаниями, которых и так уже предостаточно в интернете. Чем, собственно, я надеюсь сделать окружающих меня людей счастливее, успешнее, мудрее, иначе я считаю, что в непримененных или просто разрозненных знаниях не будет вообще никакой ценности. Да и вообще, по моему мнению, непримененные знания сами по себе просто как некая информация абсолютно бессмысленны. И тем более, если они находясь в вашей голове, не делают вас более счастливым и не водят вас в состояние радости и гармонии с самим собой, а ведя ли и вообще со всем окружающим миром и людьми. А иначе, друзья, если у вас сегодня в жизни происходит все в точности да наоборот, и зная многое, вы все равно двигаетесь только вниз к бедности и депрессиям, то какими бы, друзья, знаниями в голове вы не обладали, все равно это чаще на проверку оказываются именно крайне вредные и неправильные знания и установки. Так вот, друзья, по сути, я последние 20 лет в основном тем и занимаюсь, что стараюсь находить именно самые счастливые, эффективные и правильные знания, причем везде, где это только возможно, изучая реально сотни тренингов, лекций и книг и, конечно же, немало путешествия по разным странам, чтобы затем все это объединить в общую целостную картину мира. И, конечно же, затем одна из моих главных целей это именно делиться этими целостными знаниями и помогать другим людям становиться лучше, мудрее и осознаннее. И вот, друзья, именно в это странное мероприятие по сути я инвестирую минимум последние лет 10 все основное время и деньги. Собственно, поэтому я и работаю условно бесплатно или за донейшн, то есть за простые пожертвования или просто за доходы от минимальной рекламы на проектах, связанных с обучением и саморазвитием. Соответственно, желаю, чтобы остальные люди могли получить то, что я делаю, а главное то, что может им помочь стать счастливыми и мудрыми полностью бесплатно. Просто, друзья, мне уже реально надоело жить среди несчастливых и немудрых людей. Просто, ну вот, сил никаких нет. И если, друзья, вы тоже так считаете, то давайте попробуем исправить это вместе. Кто с нами? Так что, друзья, не надо думать, что мы зациклены на деньгах. Наша основная идеальная цель это именно окружить себя счастливыми, успешными, любящими и мудрыми людьми. Как бы банально, утопично и неправдоподобно, в наше время это не звучало. Так как, опять же, банально бы не казалось, но мы реально считаем, что от этого станет лучше и счастливее жить всем окружающим, в том числе и нам самим. Иначе мы бы определенно занимались совсем другими вещами и совсем бы по-другому зарабатывали, причем совсем другие деньги. Было бы, друзья, конечно, куда проще на чем-то по-быстрому заработать и потом куда-то уехать, но нам все-таки слишком не нравится, что сегодня происходит в обществе. Пока что мы не готовы и не собираемся безучастно проходить мимо. Именно поэтому мы и стараемся всеми своими силами ситуацию хоть немного улучшать, более того, вовлекаем в это тысячи людей. И по сути, это и есть главная наша мотивирующая цель. Конечно же, друзья, было бы намного проще просто бросить обучать людей бесплатно и начать зарабатывать либо на этом деньги, либо на чем угодно другом, причем в любую минуту. Благо предложений и вариантов, в чем я реально на сегодняшний день хорошо разбираюсь, поверьте, более чем предостаточно. Ведь я довольно хорошо разбираюсь в десятках видов работ, которые можно сделать, даже не выходя из дома, а просто сидя в интернете. Да и у меня не так мало друзей, у которых есть неплохие по доходности бизнесы, и которым мог бы понадобиться такой человек, хотя немало таких предложений есть уже и прямо сейчас. Но, к сожалению или к счастью, я уже, если честно, сам сомневаюсь, но я так и привык заниматься тем, что я люблю и что приносит реальную, видимую и ощутимую пользу людям. И сейчас я не готов это продавать уже ни за какие деньги. Вот такой вот я странный человек. Поймите, ценность того, что я делаю сейчас, и так немаленькая. Только больших и полезных статей у меня на сайте несколько тысяч. Статьи, которые легко можно было бы продать минимум за десяток тысяч долларов или даже пару миллионов, а тем более и сам сайт, о котором регулярно поступают мне на почту соответствующие предложения. Кстати, друзья, тот же видеомонтаж, который я делал практически каждый день и который я уже более чем неплохо освоил. Сделал я, друзья, уже только для этого видеоканал уже более чем 900 видеороликов на более чем 150 часов видеоблогов и лекций. Даже только это, друзья, по самым минимальным расчетам было бы уже около полумиллиона рублей или тысяч семь восемь долларов, которые я бы получил только за монтаж, если бы делал кому-то другому, а не бесплатно для всех вас. И это уже не говоря о съемках, что, как вы понимаете, удорожает все это мероприятие просто в разы. Да и Форекс, на самом деле, я, кстати, не полностью забросил. Я просто его приостановил, пока он не мешает развиваться в социально полезных направлениях. Но, возможно, совсем скоро вы увидите еще новые проекты и в этом направлении. Идеи на миллион у меня, как говорится, уже есть. Я время от времени их тестирую, только нет времени на их реальную реализацию и на написание роботов. И когда я хотя бы немного разберусь и доведу все эти проекты до ума, которые мы начинаем сейчас, то, как я уже сказал, для меня сейчас важнее, чем деньги, то я продолжу развиваться и в финансовых направлениях. Вот такой вот я, друзья, странный человек. Я уже сказал, доктор Хаус саморазвития. В том смысле, что чем ситуация сложнее, тем ее решение приносит мне больше удовольствия, будь то она у меня или у людей, которым я помогаю. Да, конечно же, это не очень выгодно, и да, это странно, но ничего я с собой поделать не могу, ведь это реально одно из моих основных и самых главных увлечений в жизни. То, как говорят мотиваторы, от чего у меня загораются глаза, от чего у меня появляется огонек, от чего у меня появляется энергия, и то, чем я готов заниматься не только бесплатно, но и доплачивать за это деньги, как я делаю сейчас. Вот, собственно, поэтому я именно и занимаюсь годами писательства, консультациями, вот этим убыточным каналом на YouTube и подобными другими проектами, которые в данный момент приносят, конечно же, на порядке меньшие доходы за несколько лет, чем сугубо финансовая сфера и Форекс когда-то мне приносили за несколько недель. Так что да, друзья, и однозначно странный, и однозначно странная семья, и более того, друзья, мы даже не хотим начинать исправляться и даже не хотим нравиться вообще всем, иначе мы боимся, что это, скорее всего, быстро поведет нас к неминуемой деградации. Поэтому, друзья, у кого уже появилось желание развиваться вместе с нами или решать какие-то свои проблемы, то милости просим подписываться на наш канал и даже общаться со мной и с нами и с Габрией лично. Давайте решать ваши самые интересные проблемы и задавайте реально сложные вопросы, так как, найдя решение вместе, мы затем сможем помочь и большому числу людей, которые в этом также нуждаются, так как чаще всего, как вы знаете, у многих людей жизненные задачи и проблемы очень похожи. Ну и, конечно же, мы понимаем, что не сможем только нравиться и помогать всем на свете. К тому же, есть масса людей, которым лично мы уже не сможем ничего сделать, особенно людям, которые изначально выбрали для себя путь деградации или которых изначально уже все устраивает, которым нравится, как они живут и где они находятся, даже если они и сами от этого не счастливы. И, конечно же, друзья, поверьте, если бы я только занимался Ютубом ради денег или какой-то наигранной репутации, я бы давно уже на нем заработал на порядке больше. И у нас было бы уже давно не десятки, а многие сотни тысяч подписчиков. Да и скоро, чтобы я был неголословен, вы увидите от нас проект, где, скорее всего, будут миллионы подписчиков уже довольно скоро. Вообще, открою вам, наконец, небольшой секрет, раз уж сегодня день моей исповеди, хотя это, я надеюсь, и так большинству постоянных зрителей всегда было и так понятно, что все провокации и те сотни хейтеров, которых мы привлекаем ими со всего интернета, я, конечно же, делал скорее намеренно. Естественно, я бы мог легко просто не показывать самых спорных и провокационных моментов, например, как мы конкретно рожали, как конкретно питается наш ребенок, как он закаляется в снегу или что-то подобное. Собственно, то во время просмотра чего у большинства обычных мамочек как раз и начинает останавливаться сердце и появляется навязчивое желание куда-то позвонить и пожаловаться нас в прокуратуру. Ну а для нас главное именно то, почему наш ребенок уже почти до полтора лет ни разу не болел и пока не собирается? Скажу честно, что действительно для нас важнее здоровье нашего ребенка, чем даже жалобы тысяч хейтеров. Тем более, что мы точно знаем, что есть как минимум сотни людей, которые тоже растят прекрасных здоровых детей, вдохновляясь нашей практикой. Ну а для нас здоровье одного, даже чужого ребенка, важнее, чем море хейта или недополученные заработки. Конечно же, мы вместо этого просто для популярности и заработка денег могли бы просто создать некий образ идеального бразильского сериала или идеальной счастливой семьи без каких-то острых проблем и вредных привычек. Некой идеальной семьи с прекрасным здоровым ребенком и гармоничными отношениями. Хотя, если честно, то по сути так примерно и есть. Но при этом, конечно же, как вы понимаете, у нас нередко бывают проблемы и трудности, как и у большинства обычных реальных семей. И уж точно не как как у большинства идеальных семей из сериалов на ютубе с детьми как из поговорки с принцессами, которые, как говорится, не какают. Совсем нет. Мы, конечно же, не живем ни в какой утопии. К счастью или к сожалению, но у нас, наоборот, очень и очень много разных, пусть и не смертельных, но реальных проблем. И именно их чаще всего я и стараюсь показывать, так как более-менее мы уже неплохо знаем, как эти самые проблемы решать. Ну и, конечно же, даже успех куда менее поучителен, чем решение реальных проблем, вернее, задач. И именно поэтому я нередко и сосредотачиваюсь и снимаю именно целенаправленно самые проблематичные наши ситуации. Так что, если вы хотите просто смотреть красивую, милую семью, которая вообще не имеет никаких проблем, а затем сидеть и по ночам переживать, почему я такой неудачник или неудачница, потому что в моей жизни совершенно не так, как у этих идеальных людей сериал на ютубе. Сидеть и ломать голову. Почему же эти люди, как и я, ничего необычного не делают, но при этом живут счастливо? Почему их ребенок не болеет, знает много языков, занимается спортом? Да и они сами занимаются любимым делом, здоровы, спортивны, счастливы, да еще и приносят счастье другим людям. И у них еще вдобавок хватает денег на благотворительность путешествия и бесплатную помощь тысячам других людей. Но нет, друзья, ничего просто так без усилий в этой жизни конечно же не бывает. Ну или бывает но супер крайне редко. Конечно же мы именно что делаем что-то необычное и живем вообще очень отлично от других людей жизнью. По крайней мере от тех людей, которых лично знаю я. Поэтому я просто не могу вас обманывать и показывать, что у нас нет никаких проблем по жизни. Ведь они реально у нас есть. Как и не могу утверждать, что мой ребенок поедает килограммы мяса и конфет каждый день утром и перед сном, запивая все это холодной кока-колой и заедая гамбургером. При этом многие годы не болеет и даже не собирается. Да, мы бы могли легко вас обмануть и даже сказать, что рожали в обычном роддоме. Что мы не занимаемся закаливаниями, не спим на полу или питаемся как все, просто этого не показываем. Но именно это все как раз и было бы настоящей неправдой и вот это уже было бы чисто именно для заработка денег. Как собственно это и делает больше половины современных популярных блогеров и тем более 95% детских каналов на YouTube. Кстати и у нас тоже будет, вернее как вы возможно уже знаете, есть свой новый детский канал на YouTube. Так как Рада уже подрастает и когда-то даже сама сможет его вести. А скоро у нас будет еще один детский канал. Мы сделаем отдельные каналы для мудрых родителей и для мудрых детей. Так как канал, который я делаю сейчас, немножко получился слишком уж для взрослых, поэтому мы сделаем отдельный детский канал. И да, друзья, они все будут у нас минимум на 20-30, а то и 40% о саморазвитии. Так как если вообще не будет на них развлечений, то людям просто не будет интересно их смотреть. Да и ребенку, конечно же, необходимо дать просто счастливое детство, а не только бесконечное саморазвитие. Но вместе с этим скажу вам так, друзья, если не будет саморазвития и пользы детям и их родителям, то нам просто это не будет интересно снимать. Да и реальная правда в том, что если вы хотя бы эти минимальные 10-20-30% времени не будете тратить на саморазвитие и хотя бы часть знаний, похожие на те, что даем мы, не будете применять в своей жизни, а начнете тратить свое свободное время только на бесполезное и даже вредное времяпрепровождение для себя и своих детей, то вы однозначно быстро начнете деградировать и по сути окажетесь именно там, где и находится больше половины современных скучных, ничего не добившихся, малополезных даже для себя несчастливых и нереализованных людей. Уверен, что вы таких и сами знаете неполнослышки, так как сейчас их наверное даже большинство. Так что да, скажу официально, хейтеры по жизни и по мировоззрению, постоянно только критикующие всех и вся, но ничего никогда не предлагающие, а также тех, кто вообще ничем не интересуется и не собирается разрываться, а просто хочет посмотреть на некую красивую и спешную семью, то я вас наоборот реально сейчас прошу, отписывайтесь нафиг с нашего канала или если хотите просто тихо себе оставайтесь и наблюдайте годами или сколько вам там понадобится, чтобы осознать, что мы таки останемся счастливыми и разумными людьми, чтобы с нами не происходило. Более того, даже каждый день будем стараться совершенствоваться и становиться лучше. Для нас проблема не в том, что вы будете с нами наблюдать, проблема в том, что именно ваша самооценка будет постоянно падать все ниже от осознания того, что ничего плохого с нами по вашим ожиданиям не происходит. А время, друзья, идет. Если вы не начнете развиваться прямо сейчас, то через какие-то 5-10 лет будет в разы сложнее это делать. И кстати, еще одно. Если честно, то нам вообще не нужны ваши хейтерские безумные советы по питанию. Уж поверьте, если бы мы им следовали, то уже давно чувствовали бы себя, как и вы сами. А учитывая, что я и сам прочел много десятков, если не больше сотни книг по питанию от самых известных авторов. И по сути, я и являюсь одними из лучших специалистов по данному вопросу на русскоязычном пространстве, статьи которого переписываются чуть ли не слово в слово и перепечатываются на тысячах других сайтов. А на моем портале саморазвития и конкретно только у моих статей по питанию действительно уже сотни, если не тысячи передираний и перепубликаций на другие сайты. И, друзья, это легко можно узнать по любой современной статистике, благо такая информация есть. А если, друзья, брать вообще статичку всего моего портала саморазвития и всех статей, которые находятся, то там просто десятки тысяч перепостов и копирования на другие сайты и в социальные сети. Я, честно, друзья, давно знаю и как сам похудеть, и потолстеть, и как набирать мышечную массу. Да и сам я худел на практике и толстел уже больше, чем на 10 килограмм, причем за небольшую продолжительность времени около полугода. И в спорте, друзья, с нуля подтягиваний я доводил до 20, а от отжиманий практически с нуля до 60 и даже больше. И даже, друзья, реально и без шуток восстановил свои колени после почти полной инвалидности и невозможности заниматься спортом до той степени, что сейчас могу прыгать больше часа подряд сальто в спортивном зале. Что вы, кстати, легко сможете увидеть на наших блогах. Просто перейдите и посмотрите любое спортивное мое видео. А, и, кстати, друзья, я недавно убираюсь нашел еще и случайно свой старый рентген коленных суставов. Могу его показать, если кто-то не верит, как там все было запущено и почему мне делали две операции подряд на разных коленях. Так что да, друзья, я реально больше 20 лет каждый день изучаю и питание, и спорт, и знаю практически все известные технологии, которыми можно добиться того или иного результата с телом и даже с сознанием. Или что будет впоследствии, если вести тот или иной образ жизни. Также, друзья, как вы знаете, одно из моих дополнительных хобби я постоянно изучаю и общаюсь с людьми, которые живут как-то странно по сравнению с другими. Будь то, например, вегетарианцы, веганы, сыроеды, фрукторианцы, или даже те люди, которые утверждают, что когда-нибудь вообще ничего не едят. Да, в этом многим сложно поверить, но мы на нашем канале будем делать даже это и рассказывать даже о подобных феноменах. Более того, даже стараться пояснить, как конкретно, и за счет чего они на самом деле этого эффекта достигают или могут достигать в теории. Да и кстати, если мы заговорили об этом, то буквально через несколько недель на нашем канале уже будет около 5-7 часов видео и детальных рассказов и пояснений лично от человека, который утверждает, что не ест вообще ничего, друзья, уже несколько лет и при желании можно научить этому любого, ну или практически любого. И да, друзья, это, конечно же, все нелегко или, можно так сказать, не для всех. Более того, я, конечно же, вообще не буду продвигать и уверенно рассказывать о том, что не проверил на себе или не убедился в эффективности этого метода хотя бы на 95% у других людей. Но все же, друзья, факт в том, что, простите за тавтологию, по факту, я все эти темы изучил реально вдоль и поперед. Причем еще лет 5-7 назад описал много из этого в своих статьях, на которых сегодня учится большое число современных экспертов. Ну а если я что-то еще не написал, не описал или какую-то важную тему не затронул, то это просто по банальной причине нехватки времени. Потому что мне реально и самому хочется и даже необходимо обучаться минимум 2-3-4 часа каждый день чему-то новому, хотя бы просто, чтобы быть в курсе самых современных, глубоких и передовых знаний в данных темах. Так как да, друзья, я действительно стараюсь больше учиться, чем учить, ведь глупо было бы делать как-то по-другому. При этом, опять же, никто не говорит, что я вообще знаю все, все темы и вообще все ответы на все вопросы. Но все-таки есть темы, например, здоровье, спортивные тренировки, семейные или личностные отношения, понимание сути саморазвития личностного роста человека, какие-то вопросы психологии, религии, в которых у меня уже есть столько знаний, что на сегодняшний день практически ни один эксперт, друзья, в русском интернете не сможет рассказать намного больше или дать каких-то более конкретных советов и рекомендаций. Что происходит на других языках, я правда не буду говорить, так как, к сожалению, пока сам свободно не владею ни одним иностранным языком в той степени, чтобы смог быстро обучаться и учиться у лучших иностранцев. Сейчас я это делаю разве что только в переводах. И, конечно же, я не утверждаю, что лучший во всем и даже во всем русскоязычном интернете. Нет. Я просто знаю больше, чем достаточно, чтобы решить 98% проблем, которые решают сегодняшние лучшие эксперты. Плюс еще и знаю, как решить много чего еще более простым, более легким, дешевым или неким альтернативным способом именно за счет своей экспертности в других направлениях знания. Так что да, пусть я и не идеальный человек и, конечно же, не знаю абсолютно всего на свете, но все же я надеюсь, что мы таки уже доросли до того уровня, чтобы перестать продаваться, да и вообще работать за деньги. И теперь мы стараемся делать почти исключительно только то, что мы любим. И на данный момент, друзья, вы можете не беспокоиться, заработка нам точно хватит, особенно, если мы перестанем постоянно вкладывать основную часть наших доходов в проекты саморазвития. Так что мы уж точно не пропадем и не умрем с голоду, да исключительно каких-то оваций, восхвалений и одобрений нам тоже не надо. Мы, поверьте, делаем все это не для вашего одобрения, а просто, чтобы принести пользу, да и не беспокойтесь. Популярный канал на YouTube, на котором у нас практически нет хейтеров, да и почти просто нейтральных комментариев, такой канал у нас тоже есть, можете не переживать. Например, только на канале у Габриэль, если вы не знали, у нас уже давно тоже за 10 тысяч подписчиков и каждое видео набирает минимум 200-300, а бывает и за 500 лайков уже в первый день после выкладывания нового видео. И это буквально на 1-2-3 негативных оценки. Также, абсолютно каждое видео там уже сейчас набирает минимум десяток благословений для нашей семьи, а бывает их и сотни под некоторыми видео, которые выходят практически каждый день. Ну и конечно, друзья, вам не обязательно верить мне на слово. Практически все, что я говорю, вы можете проверить. Например, эта информация вообще легко проверяема и 100% правдива. Вы прямо сейчас можете прийти на канал моей жены Габриэль и легко убедиться в этом сами, посмотрев на статистику видео и любым абсолютно онлайн-переводчикам перевести любой комментарий в считанные секунды, которых там многие десятки под каждым видео. И это, друзья, вы поймите при том, что по сути у нас видео на канале практически одинаковые, только у Габриэль немного другой угол подачи информации. Например, Габриэль почти не показывает спорные темы, за которые могли бы зацепиться хейтеры. Ну и дает минимум обучения, так как, конечно же, учиться сегодня любит меньшинство. Так что да, друзья, если бы было такое желание, я, конечно, бы мог легко сделать точно такой же канал в розовых очках. Вернее, еще в разы и на порядок более популярный даже, чем у Габриэль. Так как легко сейчас мог бы вложить деньги в рекламу вместо благотворительности или социальных проектов. Да и видео, как вы знаете, у меня примерно в два раза больше, чем у жены. Но, к сожалению, вернее, я надеюсь все-таки к счастью, я этого не собираюсь делать. И я уж тем более не боюсь неких негативных комментариев. Более того, многие годы отвечал вообще на все комментарии с надеждой помочь даже откровенным хейтерам прийти хоть к какому-то осознанию. И, кстати, друзья, за все три года существования данного видеоблога я забанил всего двух человек, один из которых был просто рекламный бот. Так что, друзья, я уж точно не против свободы слова и, кроме того, прочел все ваши тысячи комментариев и ответил где-то на 90% из них и на 100% из тех, которые в этом нуждались. Так что, обвинить меня в нежелании читать и даже учиться у каждого, кто дает хороший совет, нельзя. Наоборот, я сейчас на полном серьезе говорю огромное спасибо всем вам, так как мы действительно учимся каждый день, в том числе и у адекватных комментаторов и только приветствуем любую разумную коммуникацию и обмен реальным опытом. Конечно же, продолжайте это, дед. Любой ваш реальный опыт и ваши реальные отзывы очень ценны, но просто, дед, что-то лишь бы вам понравиться или специально для этого вас же и обманывать я не буду. Мне реально не нужны даже ваши благословения или тысячи лайков или миллионы подписок на канал такой ценой обмана. Как бы ни вело себя большинство, я все равно продолжу вас, хотя возможно в дальнейшем чуть более незаметно, но как и раньше обучать и показывать основные наши реальные проблемы, из которых каждый сможет сделать правильный вывод и извлечь урок для самого себя. И да, даже если останется всего пару тысяч человек, кому это реально нужно, то я все равно продолжу обучать, так как по сути только ради этого данный канал ведется. Так что, друзья, кому интересно только рады, отписывайтесь прямо сейчас от этого канала и если хотите, можете подписаться на канал рады отдельный. Там обучающих материалов будет скорее всего в разы меньше, хоть они там тоже будут. Я, кстати, уверен, что даже этот канал очень скоро будет тоже более чем популярным. Мы, по крайней мере, постараемся сделать все, чтобы было именно так. А будет ли большой заработок на данном канале и будете ли вы благодарны за мои усилия, для меня это уже десятый вопрос. Да и все равно, даже если какие-то большие заработки и будут, мы все равно же не будем кушать эти деньги. Большая половина дохода все равно пойдет на обучение и финансирование других подобных проектов саморазвития. Чтобы жить, друзья, нам с вами в этом мире было еще лучше и прекраснее. Поэтому, друзья, пока я буду в состоянии это делать, я, конечно же, так и собираюсь обучать, писать на сайте и вести этот канал дальше абсолютно бесплатно. Ну и, конечно, в кавычках продавать, а вернее, по факту, дарить все свои книги просто за любой донейшн, который вы сами посчитаете нужным, надеясь на вашу осознанность и благодарность. А вот теперь еще и, кстати, как я уже упоминал в самом начале, проводите на подобных условиях свои консультации, простое общение с подписчиками и даже коучинг. В общем, теперь начну лично помогать вам решать проблемы, помогу понять, куда нужно двигаться, как выходить из депрессии, сложных ситуаций, болезней и подобного. Ну и, конечно, также лучшие моменты из консультации мы будем записывать на видео, чтобы приносить пользу не одному избранному человеку, а как минимум десяткам тысяч, а возможно и миллионам зрителей этого нашего канала и будущего видеопортала саморазвития. Ну и, конечно же, друзья, я уверен, что принесу максимальную пользу этому миру, не работая, например, грузчиком в магазине, как советуют некоторые наши хейтеры, хотя абсолютно и ничего не имею против этой работы. Но так как сегодня я уже действительно дошел до того уровня, что каждый день изучаю реально суперполезные и практически применимые знания, так как большинство занудной теории я прошел еще многие годы назад. Сейчас же в основном я стараюсь изучать только реальное полезное и то, что можно воплотить в своей реальной жизни уже сейчас, а затем и поделиться с вами таким образом, чтобы оно работало и приносило пользу в жизнях и других людей. И да, сегодня я действительно докопался до очень многих неочевидных вещей, до тех, которые по сути могут очень быстро сделать вас супер счастливым человеком, причем даже без приложения неких сверхусилий и даже в тех ситуациях, в которых, казалось бы, сделать этого практически невозможно. В общем, я чаще всего даже намеренно стараюсь специализироваться в разных сложных и запущенных ситуациях, да и разрешил немало своих подобных, далеко не самых легких, так как и в моей жизни все было, разумеется, изначально тоже далеко не все так благополучно, как можно подумать сейчас. Я даже в Бразилию, друзья, поехал за тысячи миль, чтобы получить реально идеальную для себя девушку и на ней жениться. И уж явно не от того факта, что в Одессе нет красивых девушек, так как в большинстве рейтингов мира именно город Одесса идет на одном из первых мест, а часто и на самом первом месте по красоте девушек. Ну а за ним обычно идет именно город Рио-де-Жанейро, в который мне собственно и пришлось поехать на другую сторону земли, чтобы найти именно ту самую и далеко не только самую красивую, но и в первую очередь самую добрую. Кто смотрел наш видеоканал хоть пару раз, понимает о чем я говорю. Доброте и светлости этого человека вообще нет границ. Я и сам просто не знаю, как она меня до сих пор терпит. Но как говорится, мне это как раз и добавляет мотивации к саморазвитию, чтобы как можно быстрее начать соответствовать ей, чтобы расти и стремиться улучшать свой характер реально каждый день. А раньше, когда было время, я даже писал немного стихи, причем считающиеся самыми сложными и философскими. Опять же, которые больше всего в теории развивают интеллект. Это японский хоку или так называемый хайку, что одно и то же. Но и гугл с яндексом утверждает, что весьма неплохи, так как некоторые статьи с моим обучением и примерами этих стихов много лет занимали и занимают сейчас топы и первые позиции в поисковике по этим темам. Хотя на самом деле мы с ГБЛ пробовали и пробуем еще много чего. Наверное, уже практически все виды творчества, ведь для счастливой и реализованной жизни надо уметь творить, петь, рисовать, танцевать и тому подобные милые и веселые, но, друзья, очень развивающие и полезные для саморазвития вещи. Ну и, конечно, очень важно не застаиваться и хотя бы чаще гулять на свежем воздухе. Кстати, друзья, учеными уже доказано, что во время ходьбы человек думает примерно на 60% эффективнее и креативнее, чем просто сидит. Скорее всего, именно поэтому, например, тот же Стив Джобс именно ходил, когда нужно было что-то придумать и даже проводил целые мозговые штурмы в компании своего друга. Хотя, если вы изучаете эсотерику или философию, наверняка знаете, что большинство мудрецов прошлого любили больше всего именно гулять. Так что даже для интеллектуалов просто необходимо активно двигаться, а еще лучше заниматься спортом. Лично я стараюсь заниматься довольно часто, кто вполне отдает свои плоды, так что не думайте, что я какой-то исключительно диванный эксперт. Я реально имею и множество официальных медалей с кубками и был чемпионом Украином, чемпионом области и так далее. Да и во многих боевых искусствах знания и умения у меня на довольно продвинутом уровне. А заодно я еще являюсь инструктором по самообороне и даже не так давно написал целую серию книг по боевым искусствам. Также я еще около 14 лет изучаю капуэйру и более того у меня даже свой зал в моем городе, который в данный момент заполнен людьми так, что даже иногда яблок у них где на тренировках упает. Сейчас особенно часто обучаем детей, у нас их наверное с десяток. Хотя мы берем людей вообще всех возрастов и уровней подготовки, что собственно и дает мне много возможности наблюдать прогресс и изучать на практике гадания, как тренировать различных людей. Хотя сейчас я если честно в основном не тренирую, а именно ассистирую нашему второму тренеру для помощи управления группой. Так как я нередко, как вы понимаете, путешествую, собственно поэтому мне и приходится учиться передавать управление более молодым тренерам. Но это, друзья, я считаю, что по сути для меня еще лучше, ведь как минимум я обучаю не только учеников, но и тренеров, причем довольно успешно. Ну и конечно я опять же регулярно тренируюсь уже практически 20 лет, большую часть из которых так или иначе я тренирую людей разных возрастов, типов телосложения и различных исходных нюансов. Так что в совокупности с моими другими знаниями моего тренерского опыта уже более чем достаточно. Поэтому, друзья, кто хочет просто пообщаться на интеллектуальные и разносторонние темы или у кого есть какая-то конкретная проблема с одной из сфер, в которых я реально разбираюсь, такие как здоровье, отношения, воспитание, поиск предназначения, занятие спортом, питание, здоровье, вредные привычки, снятие каких-либо депрессий или отсутствия мотивации жить дальше, путешествия, история, религии, психология, мотивация, предназначение, бизнес-идеи и тому подобное. Или же вы просто захотите со мной поговорить по душам на какие-то личные темы, то милости прошу. Ну и конечно, друзья, у кого будет такой запрос и желание, я расскажу, как начать изменять свою жизнь лучшему в кратчайшие сроки. Так наверняка и у меня, и у вас нет большого излишка свободного времени. Мы, как большинство психологов или медиков, считающих, что лучше 20 лет лечить там, где можно реально помочь за 20 минут, ведь они нередко и сами не знают, как помочь, а во-вторых, боятся, что это потерянные десятки тысяч долларов за примерно 20, 30, 40 лет регулярных консультаций, после которых человеку нередко становится только хуже. Лично я в психологии, например, ознакомился, наверное, ну практически уже со всем актуальным и адекватным из того, что может помочь реальному человеку, в том числе из психологии всех известных религий. Перечитал я, друзья, и несколько раз и Библию, и Коран, и Пхавадгиту, и часть Кабалы, и Даудэцзин, и множество других подобных известных основополагающих религиозных книг. В том числе и прослушал всю программу Славянского Института Староверов за 3 полных года, 3 полных курса обучения и много-много другого. Так что да, друзья, конечно же не хвастовства ради, но реально я являюсь также одним из самых осведомленных специалистов и в этой области. И также могу подсказать, чем все это отличается и зачем это вообще все нужно. И даже как при желании все эти эзотерические знания можно объединить в своей голове. Ну и конечно в итоге мои знания практически не противоречат ни одной из религий и тем более современной психологии, а даже скорее их дополняют. Но главное являются куда более эффективными, чем просто осколочные знания любого из этих отдельных направлений. И конечно же друзья, сейчас после осмысления всего этого я конечно же даю уже не сложные книжные знания, а именно что максимально простые и понятные пошаговые рекомендации, которые быстро доведут вас до результата. Причем как небольшими усилиями до реально красивого и стройного тела с отсутствием болезней, так и в плане финансового роста и взаимопонимания в семье. Ну и конечно же в первую очередь к реальному счастью и гармонии именно с самим собой и со своим внутренним миром. В общем это конечно же все лирика, хотя при желании вы действительно сможете с моей помощью добиться всего вышеперечисленного и даже немного большего. Но все же мне бы не хотелось сейчас превращать это видео в банальное перечисление моих каких-то достижений, знаний или заслуг. Если у вас есть такое желание, то вы можете ознакомиться с некоторой частью из них отдельно. У меня кстати не так давно на канале был небольшой рассказ о себе и о том почему мы начинали делать наши лайвстримы. Можете его посмотреть. Ну а я как всегда как вы видите опять затянул это видео да просто неприличие, так как хотят все-таки в этот раз полностью объясниться с вами и рассказать о том что мы все-таки и для чего делаем, чем мы занимаемся по жизни и по какой причине. Чтобы нас ну просто об этом тысячный раз не спрашивали в комментариях, но главное чтобы между нами не возникало некой недосказанности. Ну и друзья еще раз я конечно же не буду утверждать что я некий идеальный человек или даже близок к этому. Я конечно же и сам знаю что у меня далеко не идеальный характер или некие лучшие супер секретные передовые знания которым вообще нет аналогов и получить их без меня невозможно. Совсем нет друзья, я скорее обычный человек просто у меня есть время желание опыт и стремление и я просто у меня быстро и продуктивно учиться вот и весь секрет. Например я вроде уже упоминал что только на днях купил около полутора десятков обычных и аудиокниг по воспитанию детей. Кстати друзья у кого есть такое желание и потребность могу подарить любую из этих книг для личного пользования вроде такое разрешается. Напишите мне в соцсетях и хотя они платные но я думаю что авторы этих книг простят ради такой цели особенно если вы их никогда не купите по другому так что лучше просчете их хоть так. И поверьте друзья при желании прочесть даже столько книг особенно в ускоренном аудио формате как слушаю обычно я можно буквально за 2-3 недели но к сожалению даже эти 12-15 несчастных книг о детском образовании от лучших в мире специалистов уверен что прочел даже не каждый специалист детский психолог и учитель но в моем случае это не считая всех остальных знаний и книг которые я уже узнал за последнее время в этой сфере а сколько друзья можно узнать и освоить за пару лет при желании и подумать страшно так что да друзья я конечно же не самый лучший не самый умный эксперт в какой-то одной теме и конечно же не единственный просто я стараюсь учиться у множества разных людей и в разных направлениях ну а затем после осмысления самой полезной и актуальной информации от лучших экспертов я конечно же преподаю это совсем уже в другом виде совсем не так как большинство других учителей так как соединяю всю эту изученную информацию со всем своим остальным огромным опытом и знаниями да и стараюсь перепроверять затем это и на своей собственной жизни и конечно же друзья вам не обязательно жить как я наоборот я реально осознаю что у меня это какая-то странная полумонашеская тема и вообще жить именно так особенно на первых этапах нормальным людям я наоборот даже не рекомендую от этого у вас может появиться только еще больше проблем чем раньше так как это очень непростой путь стараться распространять знания и жить для блага других так что подумайте несколько раз если и вы хотите ступить на этот путь но в целом благодаря знаниям изучив практически все направления саморазвития теперь я довольно легко могу довести практически любого даже обычного человека до практически любого уровня и результата причем также в практически любой из перечисленных мною тем ну если у вас конечно будет желание и время хоть понемногу и не спеша но таки да начать работать над собой причем я реально покажу и расскажу как именно в вашем положении можно не прилагая больших усилий с улыбкой и относительно не напрягаясь добиться реально практически любой даже самой большой цели на самом деле наша жизнь не так уж и сложна как кажется очень много что решают правильные знания и технологии так что знания и немножко работ над собой и все получится даже у самого безнадежного по его же собственному мнению человека хотя я считаю что объективно глупых или полностью обреченных людей вообще нет есть в худшем случае разве что сильно запутавшиеся люди и не сумевшие реализовать и раскрыть свои природные таланты предназначения и желания так сказать частичку некой божественной искры для реализации которой они собственно и должны жить на этой земле и чаще всего именно только поэтому их жизнь в данное время лишена всякого смысла и энергии но все это друзья если вы до сих пор дышите не смертельно в любой момент можно вернуться к реально счастливой жизни и очнуться ото сна более того я очень рекомендую это сделать именно в ближайшее время в общем я реально могу помочь быстро и результативно если у вас есть хоть какая-то мотивация сделать то что я говорю плюс если мы с вами пообщаемся лично вы сами быстро поймете что это сработает останется только начать применять эти знания у себя в жизни и на практике да и в принципе если вы будете недовольными то легко верну вам любой ваш донейшн или 90% оплаты за свое время если вам по факту не поможет или покажется невыполнимым то что я говорю ведь по факту в 99% если не больше случаев не помогает только тем кто банально не хочет меняться и развиваться дальше так как большинство рекомендаций будут довольно простыми и объективно эффективными более того уже проверенными на десятках людей да и на самом себе а я уж поверьте сколько всего на себе уже попробовал и с каких ситуаций только не выпутывался боролся я и с повышенным весом и с глупостью и с депрессией и со слабостью и с ленью искал и любовь и предназначение и перспективы да и побывал друзья поверьте в очень непростых жизненных ситуациях и болезнях да и вообще друзья чего только не было и рассказывать даже страшно ну в общем как у многих других людей наверняка вы и сами знаете по своему опыту так что друзья главное что все это работает и все задачи с честью пройти и все проблемы решить абсолютно реально надо просто знать что именно делать куда меняться и иметь на это большое желание но главное чтобы вас реально вдохновляла та цель которую вы хотите добиться причем вдохновляла всеми фибрами души ну и конечно если такой цели от которой у вас светятся глаза и которая мотивирует вас подниматься после любого падения у вас нет то ее просто необходимо найти причем даже просто чтобы только начать реально жить а не просто существовать как животное или работать как белка в колесе ну вот друзья если такая цель у вас есть тогда и помочь вам до нее дойти будет максимально легко и приятно ну и конечно я могу рассказать как сделать это все не совсем так или даже совсем не так как это пытаются делать другие так как по факту по уже проверенным и заезженным дорожкам чаще всего идти неимоверно тяжело и там большая конкуренция но вот если вы найдете свой правильный путь тот который зажигает глаза лично у вас то вы сможете без особой конкуренции дойти до цели просто прогулочным шагом и с улыбкой на лице ну и конечно когда знаешь тысячи разных стратегий как добиться даже одинаковой цели то гораздо проще найти путь именно для человека некого индивидуального характера достатка и находящегося в своей конкретной жизненной ситуации а не просто рассказать какой-то шаблонный давно заезженный способ который на самом деле уже давно и не эффективен и да друзья пусть кто-то и считает что мы и сами живем далеко не идеально или недостаточно статусно внешне но мы осознанно выбрали сами этот путь и стараемся просто жить экономно но все излишки вкладывать в социальные и образовательные проекты чтобы помогать другим людям становиться лучше но при этом мы конечно же невероятно счастливы в том числе и потому что у нас есть такая возможность жить подобным образом и помогать стольким людям в том числе и доносить до вас эту информацию и не переживайте у нас реально в данный момент все замечательно я например полностью счастлив и реально горжусь своими достижениями при этом каждый день стараюсь достигать еще большего и еще больше приносить пользу и счастье другим людям и пусть да где-то у нас не такие доходы как хотелось бы видеть многим особенно учитывая что большую их часть чаще всего приходится вкладывать в этот ютуб канал в мои книги и сайты чтобы сотни тысяч и даже миллионы людей могли банально обучаться и делать свою жизнь лучше и мудрее и осознаннее но если честно то я да и мы с моей женой об этом нисколько не жалеем и даже так и будем продолжать вкладывать в это деньги, силы, энергию и свое время да и деньги тоже будьте уверены придут не беспокойтесь об этом но пока для нас минимум на данный момент куда более цена возможность помогать людям и иметь личные знакомства с сотнями прекрасных людей а главное развиваться вместе с ними чем иметь какие-то хорошие машины дома катера айфоны коляски или что угодно подобное поэтому соответственно нашим ценностям мы вкладываем наш талант время и материальные ресурсы и силы и кстати как вы уже наверное поняли в итоге так и добиваемся в этом немалого чем собственно мы и гордимся и почему мы реально счастливы в том числе естественно я вас сразу предупреждаю что из-за такого большого количества проектов которыми мы сейчас одновременно занимаемся плюс спорт и воспитание нашей дочки рады то объективно времени у нас сейчас даже при всем желании очень мало но вот пару-тройку часовых консультаций в неделю мы бы все же очень хотели бы проводить и постараемся выкраивать на это время так что друзья записывайтесь хотя бы предварительно естественно когда у нас или если у нас не будет получаться мы будем переносить день или время встречи и согласовать его с вами а если будет слишком уже все расписано наперед то будем повышать минимальную цену чтобы к нам могли попасть те кому это действительно надо также можно будет после первой нашей личной встречи и консультации забронировать наше свободное время для личного общения и на несколько недель или даже месяцев вперед для так сказать индивидуальной долгосрочной работы в формате лайф-коучинга или личного психолога сейчас наше личное время если взять по минимуму и по разумной цене то стоит от 3000 рублей в час это если вы с нами захотите пообщаться лично и без видеозаписи и это кстати на сегодняшний день средняя и даже довольно низкая цена по сравнению с любым другим специалистом или психологом но мы друзья идем на это чтобы вы могли просто попробовать и понять нужно это вам или нет ну и как я уже сказал с ведущейся видеозаписью нашего общения будет вообще на порядок дешевле а первых 10 человек мы возьмем вообще за любой донейшн на ваше усмотрение такое которое вы сами посчитаете нужным хоть от 1 рубля естественно если по вашему согласию будет вестись полная запись чтобы мы затем могли использовать данные материалы на пользу людям ну а далее примерно после первых 10 человек чтобы было понятно что вам это реально надо мы начнем брать небольшую предоплату но самую минимальную буквально я не знаю 200-300 рублей 100 гривен а уже затем после нашего общения или консультации вы сможете также сделать по своему желанию любое пожертвование на развитие наших социальных проектов в зависимости от того насколько вам это будет полезно и по вашим личным ощущениям я уже вчера кстати сделал небольшую анкетку и размещу на нее естественно ссылку в описании и вот чтобы попасть к нам вам надо будет ее заполнить и немного рассказать о себе чтобы мы заранее могли с вами немного предварительно познакомиться ну и конечно узнать о том о чем вы примерно хотите поговорить в том числе и для того чтобы я мог немножко подготовиться особенно если ваши вопросы будут казаться каких-то отдельных сложных тем и так друзья пока что есть такие форматы поговорить с нами лично по видеоконференции в скайпе или через сервис гугла который сейчас более популярен и первое это мини общение минут на 20 с развернутым ответом на один ваш вопрос ну просто чтобы немного познакомиться с вами или если вопросов у вас будет немного или у нас или у вас будет мало времени то это будет как раз самый лучший формат но второй вариант это как раз примерно часовое общение со мной или с нами с Габрией а главное если вам это понадобится то от меня целый разбор конкретно вашей сложившейся ситуации и рекомендации что делать и как из нее можно выйти ну и главное конечно поиск конкретных путей решения доступных и эффективных лично для вас ну а также что конечно же самое эффективное будет доступно совместное регулярное общение со мной в формате коучинга для регулярной мотивации с доведением вас до желаемого результата ну и конечно с постепенным отслеживанием того как ваша ситуация будет меняться и разрешаться к лучшему хотя естественно все это будет возможно при наличии нашего свободного времени но в любом случае обращайтесь уже сейчас уверен что мы сможем согласовать конкретный день и время чтобы было удобно и вам и нам также могу сказать наперед что возможно в принципе и живые встречи в каких-то местах или городах где мы будем находиться в данный момент или даже целенаправленные поездки к вам в город об этом естественно надо будет договориться лично и сильно заранее так что если что пишите тоже обсудим это но я отвечу сразу если вдруг возникнет такой вопрос почему мы не делаем вообще все и всегда бесплатно если реально искренне говорим что хотим помогать людям во первых друзья банально потому что опять же за столько лет я провел уже множество в том числе полностью бесплатных консультаций и ответил реально на десятки тысяч вопросов текстом но как вы я надеюсь понимаете люди в реальности куда меньше ценят то что получают полностью даром и почти никогда не относятся к этому серьезно да и опять же не в последнюю очередь еще и для того чтобы банально отсеять и найти людей которым это реально нужно а не просто тем кому от скуки было бы интересно глянуть как это происходит то что им интересно это конечно же не плохо но плохо то что такие люди чаще всего даже если узнают что делать то все равно не пошевелят и пальцем чтобы поменять в своей жизни хоть что-то к сожалению но по факту нередко таки встречаются люди которые просто привыкли даже без особой пользы для себя перетягивать жизненное время как наше да и сотен других людей кому это реально нужно и кто уже готов начать развиваться и меняться по-настоящему да и конечно друзья даже банальный обмен энергии также еще никто не отменял поверьте моему личному большому опыту если вы реально будете благодарить и уважать людей особенно своих учителей то от этого ваши результаты только улучшатся причем иногда даже в 2-3 раза да и как говорят психологи если вы отблагодарите то у вас самого появится мотивация делать намного больше и менять свою жизнь куда быстрее об этом реально не зря говорят многие тренера психологи и духовные учителя и это действительно работает вспомните сами где вы больше узнали или лучше учились на бесплатных или на платных уроках например изучение английского языка боевых искусств или каких-то спортивных тренировках естественно если вы уже бывали на подобных и почему-то мне кажется и вполне естественно что если вы отблагодарите человека который вам что-то отдает то вы это будете ценить и внедрять на порядок больше чем если получите это бесплатно да и в любом случае как я уже сказал просто обменяйтесь с ним или в данном случае с нами энергию от чего и вам будет польза и нам будет приятно да естественно наша мотивация продолжать проводить данные и подобные консультации будет намного больше и да скажу еще одну мало популярную вещь у нас на самом деле нет никакой фанатичной цели помогать исключительно только малообеспеченным людям или тем более только нашим хейтерам наоборот конечно же людям с адекватным средним достатком объективно куда больше шансов помочь да и именно у них чаще всего бывает куда больше желания и возможности изменить себя и стать еще лучше к сожалению и это не секрет что многие действительно бедные и малообразованные люди именно потому бедны и малообразованы что банально они сами не хотят учиться и тем более не готовы отдать за обучение даже копейки причем даже когда она у них есть да я и так уж поверьте сделал больше чем мог у меня целое море реально тысячи абсолютно бесплатных обучающих статей на сайте немало книг и уже почти тысячу видео только на этом видеоканале обучаться вообще бесплатно можно и даже нужно особенно на первых порах и естественно материал до этого просто море и естественно не только у меня ими полон весь бескрайний интернет да и чаще всего таким людям которые пока не готовы не делиться ни с кем энергией и учиться по настоящему и что-то менять в своей жизни нужны именно самые и самые начальные основы которые мне пояснять лично уже тысячный раз просто банально неинтересны да и к сожалению но по факту и любой психолог это подтвердит что тот кто не готов ничего отдавать за знания в 95% случаях не готов и применять их на практике в собственной жизни поэтому действительно друзья мы бы сейчас хотели сосредоточиться на так или иначе уже успешных умных и адекватных людях на людях с которыми будет приятно общаться делиться знаниями энергии и всем остальным так как после даже одного такого общения всего в час мы уже с большинством людей становимся хорошими друзьями они редко и продолжаем общаться еще многие годы например сейчас мы готовим посылочку с Габриэль подарок нашим друзьям в другую страну с детскими хендмейт игрушками которые сделала соответственно Габриэль своими руками причем специально для их ребенка который соответственно должен родиться буквально через месяц полтора естественно об этом подарке они еще ничего не знают но уверены им будет очень приятно получить что-то от нас в подарок как собственно и нам сделать что-то для них так как именно они сделали первый подарок нашей дочке ко дню ее рождения но вы сами знаете если смотрите наши блоги в общем друзья здоровье, счастье, смысл жизни активное долголетие предназначение желание жить и развиваться деньги, отношения воспитание, любовь вот основные темы на которые мы бы хотели поговорить и помочь вам улучшать свою жизнь помочь вам становиться все более легкими счастливыми и энергичными но при этом и максимально мудрыми и деятельными так что если у вас есть подобные проблемы или вас что-то гнетет и не дает почувствовать полного счастья реализованности и легкости в жизни то пишите и мы всегда будем рады вам помочь и да, друзья признаюсь еще раз для меня по сути это самое интересное и важное занятие из тех которые мне нравятся делать больше всего и от чего я по-настоящему счастлив лично для меня это лучше любых наркотиков вкусной еды денег и любых других мотиваций обычных людей обучать и помогать реальным людям с их реальными историями а затем наблюдать как изменяются к лучшему их жизни да и во время этого обучаться и самому но еще раз уточню что это точно не будет какой-то конвейер по зарабатыванию денег или тем более просто нам отскоки больше нечем другим заняться и мы целый день будем проводить подобные консультации нет, конечно же дело время а потехи час и нам действительно предстоит сделать еще огромное количество других социально полезных дел в ближайшее время так что скорее всего мы сможем проводить максимум пару-тройку подобных общений в неделю поэтому пока что для начала постараемся именно отбирать самых интересных по нашему мнению людей для общения либо интуитивно и главное по ответам на вопрос зачем вам вообще нужна данная консультация из анкеты которую как я уже говорил надо будет заполнить перед общением с нами остальные же люди которым неинтересно общаться с нами лично или просто даже жалко пару рублей на донейшн ну или же у них и так все хорошо или наоборот все плохо настолько что уже нет даже желания меняться все они просто смогут при желании посмотреть записи части этих общений на нашем канале к сожалению я точно не знаю когда это будет если вы смотрите наш канал регулярно то знайте что наши видео сейчас сильно запаздывают причем не по нашей вине а просто потому что мы очень много снимаем так что и мы сами и даже нанятые нами монтажеры просто не успевают монтировать такое количество видео но большинство этих видео рано или поздно таки будут на нашем канале и вы таки сможете их увидеть и это главное так что друзья ждите скоро от нас начало нового формата видео а кому будет реально интересно пообщаться с нами лично то оставлю ссылку на анкетку и на мой профиль в социальной сети в фейсбуке и в контакте прямо под этим видео где-то там можете написать нам в любой из этих социальных сетей личное сообщение и мы договоримся когда сможем увидеться ну вот собственно на этом и все на сегодня друзья и так уже сказано было более чем много и более чем откровенно надеюсь вы не злитесь на меня что я так долго скрывал то что мы в принципе хорошо разбираемся в очень и очень многих вещах да и так редко давал реально обучающую информацию в этих наших видео на данном канале просто на данном канале друзья у нас пока что максимально развлекательный формат которого мы стараемся придерживаться так как он действительно более подходит большинству то есть миллионам зрителей банально больше нравится смотреть на странных людей с милым ребенком причем даже не задумываясь ни о каком саморазвитии поэтому друзья саморазвитие и конкретные рекомендации у нас таки будут на этом канале максимально ненавязчивыми а возможно еще более ненавязчивыми чем сейчас просто в формате блогов со смыслом как было и раньше но зато друзья в подарок тем кто пришел именно обучаться мы также в ближайшее время заведем еще один еще один отдельный и уже реально обучающий видеоканал где будут реальные профессиональные дикторы и к тому же сделаем еще один исключительно детский канал Рада ТВ исключительно для детей кому друзья интересно обучение и саморазвитие подписывайтесь и на эти проекты но кому хочется просто пообщаться на реально личные темы и реально решить свой вопрос максимально быстро с одним из объективно лучших специалистов и экспертов в русскоязычном интернете милости прошу обращайтесь и заполняйте свою анкету ну а на этом друзья я с вами прощаюсь не забывайте подписываться как всегда на наш канал ставить колокольчик иначе вы не будете получать сообщения о выходе новых видео на данном канале также друзья не забывайте ставить лайк если вам понравилось данное видео и писать комментарии что вы об этом думаете ну и пока пока друзья увидимся с вами в следующих сериях уже совсем скоро или еще лучше в личном общении онлайн всем мира добра мудрости и любви ну и пока пока увидимся с вами в следующих видео пока пока Субтитры сделал DimaTorzok